всем привет сегодня расскажу на каком этапе находится наш проект кроличьей ямы пару дней назад вылезли новые крольчата из норы то есть где-то какое-то гнездо уже выбралось сюда наружу долгожданная то есть мы ждем когда весь молодняк который был далеко-далеко в норах спрятан подрастет и начнет выбираться и так первые из них уже стали выкарабкиваться наружу нору мы сейчас стараемся не трогать поэтому лишнюю землю не убираем что ничего не нарушите чтобы она дотерпела до момента закрытия вот эти вот крольчата одни из новеньких вот я поймал одного из этих малышей чтобы показать поближе вот такие вот черненькие вы выбрались все гнездо полностью черных крыльчат целиком одни черные вот такие вот зайчишки ребятишки но это еще не все мы ждем когда вылезут еще гнезда потому что далеко не одна крыльчиха была на тот момент беременна мы никуда не торопимся время у нас есть до 1 июля по нашим подсчетам уже с 1 июля никого маленьких в тоннелях уже не будет все должны выйти но мы тем временем потихонечку готовимся принять все это кроличье поголовье уже в вольере вольера то еще целиком нет но мы уже его строим вот размечена территория поставлено несколько столбов уже выставляли их по ниточке и связали чтоб земля уселась прочно держала каждый столбик погружали столбики примерно сантиметров на 40 в землю и затрамбовывали прямо забивали глиной верхняя часть глины как вот мы видим трескается это вот такое свойство глины в нашем районе по крайней мере у нас на участке вот она вся высыхает трескается что собственно говоря и не дала нам возможности пользоваться кроличьей ямой то что глина вот так вот высыхает трескается и потом с последующими дождями вода очень глубоко пример проникает в почву вот такие вот неглубокие ямки приготовлены у нас под столбики и здесь тоже встанет еще стенка по периметру вольер будем зашивать оцинкованной сеткой рабицы с ячейкой 25 миллиметров высота будет полтора метра этого предостаточно а также сверху будем делать защитную сетку от птиц так чтоб у нас молодняк не похватали птицы вот здесь можно видеть деревья неподалеку сосны здесь постоянно находятся коршуны и вороны которые наблюдают за нашим участком бывает вот так вот мышку поймаешь мышеловку положишь где-то на пятачок свободный через полчаса ее уже нет уже птицы видели прилетели и забрали работы по постройке вольера можно было конечно ускорить если бы не приходилось отвлекаться пока на земляные работы потому что сейчас приходится много копать под посадку картошки и 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 вот у нас траншеи мы выкапываем закладываем сюда навоз и снова закидываем землей получается что у нас под слоем земли находится неплохой такой слой навоза ну а что не зря же мы занимаемся сельским хозяйством неужели мы нашу картошечку не удобрим навозом этого добра навалом не жалко ну не достойно все все Субтитры создавал DimaTorzok